Сегодня 24 июня 2018 года. Сегодня мы на пасеке Василия Яковлевича Приятельника, опытного пчеловода. И сегодня мы хотели поговорить о такой важной проблеме, которую сегодня затронула Украину. Всем она интересна и неинтересна, потому что это отрава для пчел, которая в этом году появилась. Пчелы гибнут почему-то. Как в этом году у Вас на пасеке? Что-то происходило тоже такое не очень приятное? Ну, я Вам скажу так, что тема, конечно, очень больная и она уже наших пчеловодов не первый год. Особенно она, так сказать, коснулась, я уже говорил, что надо поставить памятник бедному нашему фермеру, который не имел возможности применить в достаточном количестве всяких ядохимикатов, так сказать, вот этой химии для нашей сельхоза, и которыми этой беды знали очень мало в былые времена. Но сейчас это везде, значит, на слуху, на том, что, конечно, значит, во-первых, большинство культур, которые сейчас берут, это техническая культура. Конечно, потом возделываются они без сручного труда, и понятное дело, что здесь применяется широко различная химия. Ну, тем более, что учитывая бесконтрольность нашего, так сказать, хозяйства, в том числе и сельского, значит, она зачастую заподозреваем, что она, так сказать, не лучшего качества. Но я тоже могу сказать, ну, что я сталкиваюсь с этим делом, и не только, так сказать, при медосборнике, когда уже и на зимовку идут, и на то, и на то. Ну, тут есть некоторые нюансы, и как с этого дела, потому что мы когда-то обговариваем, вот, припустим, ну, тут же там, с треточной, что сказать, ну, просто, вот, когда пришли, пасека лежит, и, так сказать, туда прибежали, и это самое. Ну, это такие экстремальные случаи. Вот мы стоим возле этого уля, да, и вот я несколько дней тому назад заметил, что, значит, где-то, ну, наверное, сотня пчелы, ну, сейчас дождик пришел, он забыл немножко их, да, лежит перед улей, перед улей, понимаете? То есть, когда показывают, что вся пасека, значит, лежит перед улей, то здесь, тут немножко, так сказать, у меня есть... Катастрофа уже совсем. Да, это катастрофа, но, с другой стороны, эта катастрофа, может быть, и немножко, и не совсем с этим связано, давайте говорить, потому что гибнет летная пчела, а почему вся семья пропала, это еще надо разбираться, как говорится, серьезно. Вот то, что гибнет, это да, значит, особенно вот в нашей местности губится, значит, тогда, когда они переходят, значит, на гербициды сплошного действия, когда они все по себе обрабатывают, чтобы, значит, урожай был, значит, быстрее созрел, и влажность довести до... Ну, это осенью, вы говорите, чаще всего. Да, тогда бывает, не бывало один год, тут еще пацанок, значит, еще, говорится, не отцвел, а то самое, они уже ее обработали. И тут, конечно, пол пасеки, так сказать, сразу, вернее, как, пасека не так, она просто много и не долетели. А вот уже в семьях осталось очень мало пчелы. Я тогда зимовал, значит, очень с маленьким количеством пчелы тяжело, да еще, так сказать, весна была тяжелая, там, ну, буквально оставалось пчелы очень мало. То есть, когда говорят, значит, что вот вся погибла, то это тут надо, значит, разбираться. Может быть, как говорится, дело в том, что вот когда те, которые не имеют этой проблемы, что я вам рассказал, весенней, то они, я знаю, почему они не имеют, они в этот период кормят сахаром, значит, семьи, и они просто не летают. И они говорят, ну, у меня хорошо, у меня хорошо. Хорошо, конечно, потому что, значит, у тебя они уже, значит, на сахарном сиропчике сидели, значит, и они не имеют проблемы. А вот сейчас, говорят, вся пропала. Значит, опять-таки, значит, может сиропом многие у нас балуются, значит, и очень хорошо балуются, значит, и, может, сахар далее не тот еще надо проводить экспертизы, да, но то, что, к примеру, вот если взять вот мою пластику, значит, ну, и там я в соседей смотрел, да, вот периодически, значит, вот раз приходишь, и возле ледка, возле уля, значит, лежат пчелы, ну, там, два десятка, десять, то есть где-то трава, ну, они же летают тоже, опять-таки, значит, не могут тут все, ну, это когда непосредственно уже там поле большое, пасека прямо возле поля, то, может быть, и вся пасека. А так, если, как вот в наших условиях, есть, значит, поля, которые обрабатываются, есть леса, есть какие-то луга, они летают в разные стороны, и критических, как правило, за этот период, хотя, я говорю, у нас работает последние годы серьезная агроферма, ну, правда, у нас же не только по пчелах, пчела это так, значит, народы еще сначала не понимали, что, значит, что это, в первую очередь, по их, это самое, значит, здоровью бьет, они работали и с летающих аппаратов различного типа, значит, и народ уже потом, когда, понятно, они в этом году, они уже и жили шины, значит, это самое, значит, на, возле фирмы, филиала там, и в этом году они там пообещали, ну, купили опрыскиватели, которые, так сказать, уже опрыскивают на таких, ну, опрыскивателями наземными, говорится, ну, и, так сказать, уменьшили. Ну, ну, даже, я говорю, что, к примеру, вот этот коллапс, конечно, его простыми, ну, силами пасечников не решить, и даже общественных организаций нельзя решить, а, ну, эта система, надо, чтобы задействована на государственном лицензировании, проверок, значит, этих, то, что они применяют, должно проходить, как говорится, строгий контроль, не должно быть контрабанды, значит, и так дальше, и так дальше, ну, у нас это все пока процветает. Единственное, значит, наше спасение, как говорится, спасение утопающих, дело самих утопающих, да, то есть, ну, приходится, надо немножко подальше вот этих посевов, значит, тогда будет меньше, но и надо смотреть, как говорится, чем кормим, чем обрабатываем пчелу, и так дальше, и так дальше, потому что тут все про это молчат, но если взять, вот, примерно, там, я вот в былые времена, тоже, так говорится, вот, заходишь, такой гул на пасеке стоит, ну, раз, заходишь, и гула, через денек-два, не слышно, значит, то есть, летная пчела улетела, или не пролетела, или, так сказать, лежит, но обычно остается еще, так сказать, те пчелы, которые там летали в другие места, которые еще не летают, которые вылетают, так и через недельку восстанавливается пасека, там, ну, теряем процентов 20, в этом плане, да, ну, значит, ну, вот, если по этой семье конкретно, то, ну, вот, я смотрю, конечно, немножко слабее, она, чем те другие, так сказать, чем она, значит, немножко меньше, ну, вот, у нас были сейчас 20 рамок, значит, и, так видите, еще вот это, значит, вот этот медовый корпус сверху, значит, он так, видите ли, ну, на всякий случай, наверное, замерем, отработаем, чтобы нам, потом погода сегодня, конечно, с одной стороны, комфортная, не такая, не такая уже, как говорится, как было, тут стояло у нас, прохладная, да, прохладная, нужно, так сказать, и пчелы, трошки, спокойно, ну, выражение, не такой лед, но мы можем показать, как говорится, что мы имеем, первая рамка всегда, значит, немножко тяжеловата, но вопрос в том, что, значит, вот видите ли, семья так неплохо, с этой стороны она, ну, и тут еще она так, немножко, видите ли, не допечатали, не допечатали, но эту рамочку можно спокойно уже подкачивать, потому что здесь особенность такова, что здесь тоже уже зрелый мед, потому что тут они заносят его снизу, а, ну, печатать могут, как сверху, так и, так и снизу, да, и, ну, пчелы, я же говорю, что, вот видите ли, немножко, конечно, наполовину запечатанную уже, поуменьшую, ну, она где-то на две трети, даже, можно сказать, запечатана, да, но сегодня мы откроем сезонную, значит, значит, тут, может, возьмем еще следующий улей, значит, такой болец, это мы, так сказать, на этом показали, что они немного пострадали, и пчелы меньше, но, пускай еще тогда побудет, но, опять-таки, как говорится, и нашим специалистам, и нашим практикам, ну, надо более серьезно подходить к этому делу, конечно, значит, ну, я вам скажу, что, значит, даже вот я когда-то, когда предвыборчая компания, приехал тут кандидат депутата и начал вопросы выслушивать, там, сказать, ну, случайно я, правда, туда попал, и я к удивлению, значит, послышал, как они начали, и рассказывал, значит, народ, там, вот, там, на автобус цена сколько, там, кто, там, я говорю, ребята, какой автобус, какая лампочка, там, не горит, возле сельскохветы, да, травят, всех травят, в чем травят, вас травят, почему вы молчите, зачем вам тот автобус, если вас завтра понесут уже на кладбище и без лампочек в похороне, народность тут надо, может, даже пасечникам больше, вот так объяснять, не то, что там, что, что пчела, это, так сказать, ну, жалко, боже, калага, но это ваше предупреждение, ваше, это самое, ваша жизнь, значит, то, что пчела, значит, пропала, ну, и это конкретно, я вам скажу, что тоже, так говорится, я покушал был черешни, а там сосед клубнички, он еще ближе к полю, так попал в реанимации, значит, то есть здесь проблема всенародная, и надо ее ставить вот так перед, ну, знаете, как говорится, есть вот, значит, такая, значит, песенка, что говорится, ничто лучше не радует, как неприятности у соседа, но тут надо объяснять, что, потому что если объяснять, что пасека, то, ну, наверное, правда. Это ваши проблемы, типа, ваши пасечные проблемы, и все. Да, да, многие порадуются, да, соседи. Да, потому что там сосед пасечник, мол, а это не только пасечнику, и вам всем достанется. Лучше может промолчать за пчел, а сказать, объяснить, что, ребята, если вы не прекратите это дело, то просто, ну, и вот у нас же тут населенные пункты есть небольшие, которые, там, вот, рядом, вот, видите, значит, которые со всех сторон окружены полями, и они не выключают, пропустим, там, проходят авиации, там, ну, он даже если и выключил, он все равно облако несет, и пока он там прекратит эти форсунки давать. На приусадебный участок все несет. Да, людям, на приусадебный, и плюс потом кушают эти овощи, все. На виноград, на клубничку, на все, что же рядом. Защита стоит через пчелу. Пчела пропала, наметана, тут, ну, говорится, вероятность попасть, ну, очень маленькая, потому что, ну, пчела, значит, барьер. А здесь же нет прямой контакт действия, как это на яде написано, оральный, да, действие, значит, все, покушали, и, говорится, вместо этих насекомых народ, значит, ну, я уже не говорю, что в продуктах, это самое, это тоже, говорится, ну, не то, что отдельная тема, это тема, она всеобщая, понимаете, ее надо поднимать не сугубо пасечным сообществом, а вот, так сказать, народ поднимать, что, если, или, если хочешь жить, то нужен контроль над применением ядохимиката, вот этой, первую очередь, первую очередь, потому что, значит, говорится, мы туда можем, в первую очередь, спасти людей, ну, а люди, если будут спасены, то и пчелы, колоней будут, это, значит, она дана для людей, и она, говорится, там, ну, и без людей может жить, ну, спасибо, Василий Яковлевич, тема острая, социальная важная, еще поговорим в позитиве, в позитиве, чтобы ее решать, спасибо, переходим к следующему нашему сюжету, у нас еще есть чем заняться, спасибо, смотрите наш канал, другой новый сюжет сейчас будет. Субтитры сделал DimaTorzok